Привет, ребята! Вы вновь на канале Будни Инвалида. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас такой разговорный немножко влог про, опять же, нашу надежду, про нашу красавицу, про нашу воужаночку. Продолжаем мы, значит, ремонт на ней делать. Ну и вот хочу у вас попросить совета, чтобы вы мне что-то подсказали, потому что, ну, мы немножко вот застопорились. Дело в том, что сегодня, ну, вот погода у нас порадовала, 4 градуса, но ветерок такой небольшой, но, тем не менее, нам позволено было сегодня позаниматься, потому что, ну, пока есть возможность, нужно делать. В общем, мы прикрутили торпеду, панель, начали собирать электрику. И вот загвоздка у нас произошла вот именно вот с электрикой. Я помню, Анатолий из Самары там говорил, что никаких сложностей нету, что всё легко и просто. Ну, так вот оказалось, что, может быть, это легко и просто для человека, который разбирается во всём этом. Дело в том, что Владимир Семёнович, всё, что касается электрики, там, ходовой части, тормозной системы, коробки, там, в этом он разбирается на отлично. Но что касается электрики, у него есть небольшие сложности, он не понимает, что куда нужно прикручивать. И я тем более. Смотрите, вот, даже вот покажу вам пример. Вот у нас переключатель. Переключатель это идёт у нас на дворники, на омыватель, соответственно. Ну, вот он работает. Но, смотрите, провода, провода, все просто отрезаны. Отрезаны, и мало того, что они отрезаны, они все белого цвета. И куда их подсоединять, куда они идут? То есть, вот в этом мы вот немножко застопорились и не понимаем. Значит, сейчас, секундочку. Вот переключатель у нас на поворотнике. Смотрите, ну, вот здесь вот, слава богу, есть, да, штекер. Мы понимаем его, куда воткнуть. Здесь вот есть, да. А вот с тем переключателем, то есть, он тоже вот всё работает, всё нормально. С тем переключателем у нас загвоздка. И мы вот не знаем, куда это всё соединять. Значит, мы уже позвонили друзьям, дали нам номер телефона электрика. Созвонились с электриком. Вкратце объяснили, что вот так, так, нужно всё подсоединить. Нам он говорит, вот пяти тысяч это будет стоить у нас стоимость. Стоимость вот пяти тысяч. Так, секундочку. О, Владимир Семёнович, привет, передай привет всем. О, здравствуйте, всем привет. Пришёл с магазина, отправлял его в магазин. В общем, и вот такая вот ситуация, что как бы, вот мы не знаем. Вот даже вот сейчас вам покажу. Вот покажи вот это. Да, вот сейчас, да, да, вот смотрите. Смотрите, ну вот провода, допустим, идут, да. И вот куда его, куда его соединять? Вот такие провода обрезанные, то есть, тоже мы не знаем, куда их соединять. Да, да, да. Куда они идут? Датчики, я вам в прошлый раз, когда мы заводили, я показывал, да, у нас работает, значит, зарядка идёт. Вот купили. Да я показывал уже. А, уже показывал, да. Значит, зарядка у нас идёт, бак показывает, давление показывает, температура не показывает. Температуру не показывает, ну это же наиважнейшая, да, штука, да, которая, не дай бог, скипятишь двигатель. Вот, допустим, смотрите, здесь у нас, вот тоже, вот что соединено, куда соединено, вот провод вообще просто идёт, вообще непонятен. То есть, а электрика, между тем, ну это любой вам скажет, школьник даже, да, что электрика это наиважнейшая система, которая должна тоже, как и тормоза, работать на все 100%. Потому что, не дай бог, где-то что-то замкнёт, это уже, как бы, не шутки это, то есть. Мы проверяли, значит, кнопку аварийной остановки, все четыре поворотника моргают, всё, да. Но когда выключаешь и ставишь ключ зажигания в первоначальное положение, с правой стороны на крыле горит лампочка. То есть, это понятно, что где-то что-то не так соединено, где-то, может быть, даже, возможно, где-то что-то и замыкает. И поэтому, вот, не можем мы разобраться, не можем понять, кто, что, куда идёт. И вот я уже повторюсь, да, созвонились с электриком, электрик говорит, там, ну, в зависимости от сложности, там будет, вот, 5000 будет стоить вам, чтобы собрать это всё. Подсоединить на место, чтобы всё чётко работало. Вот, подскажите, пожалуйста, вот, опытные водители, может быть, нам проще, вот, поехать на разборку куда-то и найти косу полностью. И тогда мы уже сможем разобраться. Потому что, я так понимаю, вот, как в иномарках, у меня был опыт, мы меняли двигатель на корине, на корине, на улыбке. И, то есть, старую проводку мы всё вынули, когда поставили двигатель, ну, и по новой, когда начали собирать электрику, то есть, там, даже, вот, элементарно, длина проводов, да, она совпадала. То есть, штыкира все одного размера. То есть, другой штыкир в ненужное гнездо ты не воткнёшь. Здесь вот всё немножко посложнее. Опять же, Анатолий говорил, что всё легко и просто. Ну, для нас оказалось это вот не очень даже нелегко и непросто, потому что мы немножко в замешательстве. И поэтому вот застопорились. Хочу услышать от вас советы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы поступили и что лучше нам сделать. Я понимаю, что это сложно в комментариях объяснить, но, по крайней мере, какой-то совет вы можете дать. Я уже знаю это, что в каком направлении нам лучше двигаться, пока мы немножко встали колом. Либо, наверное, я буду копить деньги, чтобы электрика нанять, чтобы он нам всё сделал. В общем, пока вот так. Ну, как есть, так и рассказываю. Я всегда вам говорю, как есть, то есть без всякого придумства и лукавства. Кстати, я хотел вам в прошлый раз показать. Ну, спешка нужна, при ловле бог. Я же захотел завести, прокатиться, проверить тормоза. Я в прошлый раз вам не показал, как мы в подкапотном пространстве подсоединили печь. Вот сейчас хочу вам показать, кстати, что там ничего не бежит, ничего не протекает. Пойдёмте, я вам покажу. Пойдёмте, глянем. Так. Вот те как раз патрубки, да, которые, я вам показывал, выходят из печки. Выходят из печки, и, соответственно, вот они вышли у нас из подкапотного пространства. Вот они. Ничего не капает, ничего. Всё в порядке. Всё здесь нормально. Всё здесь работает. Ну, как мы с вами и прокатились, вы послушали двигатель, говорите, всё хорошо. Но регулировать, конечно, всё надо. Ну, и опять же, не устану повторять в каждом ролике, что двигаемся вперёд. Продолжаем ремонтировать нашу надежду, нашу Волгу. Вчера тоже кто-то красиво написал. Вера, надежда, любовь. Вера есть, надежда есть, любви пока нет. Вот как бы так. Ну, ещё раз повторюсь, вы у меня лучшие. Я знаю, что вы мне подскажете, как лучше это всё сделать. Буду ждать от вас комментариев по поводу продолжения ремонта электрики. Ну, вот, говорю, друзья советуют, говорит, купи, ой, ой, купи новую косу полностью, чтобы прокинуть её отсюда с салон, туда, в подкапотное пространство, чтобы всё соединить. Говорят, что это будет намного проще. Ну, опять же, сколько она стоит? Или всё-таки проще вот нанять электрика, который это всё соберёт, всё, что здесь у нас есть? Не знаю. Вот правда, я в замешательстве небольшом. Я знал, что будут трудности, как бы. Я был к ним готов, так что я не расстраиваюсь ни в коем случае. И вы не расстраивайтесь, мои хорошие. Всё будет хорошо обязательно и непременно. Ну, без трудностей никуда. Трудности нас везде ожидают, но мы их преодолеваем. Ни в коем случае не останавливаемся. Идём вперёд и только вперёд. Так, ну что, всё, в принципе, за сегодня у нас вот такой вот разговорный автовлог. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, пожалуйста. Ставьте лайки. Если вы ещё не подписались на канал, подписывайтесь обязательно. Я рад каждому из вас. Ну и, как всегда, спасибо. Я вас крепко обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.